никого равнодушным к этой теме я пришла у бабы про войну это мне такое нравится до короткий ролик для инстаграма я кстати тоже недавно в инстаграме сделал короткий ролик довольно простой да но не тут то было друзья не тут то было мой инстаграм буквально завален шквалом неадекватных волнари и на их беду комменты я таки прочла сами виноваты и меня это настолько заинтересовало что собственно вот срочная служба в армии и и пропаганда в интернете тема нашего сегодняшнего видео чего не служил не мужик служил служил мне нельзя говорить про это и вообще в принципе нельзя даже на работу приходишь в пьяной компании был кого-нибудь такое слушал бля и сколько раз такая тема и служил беды слюна капает бля сам служил нет конечно потому что я военный куплен потому что я телка потому что я живу не в россии и вообще в армии когда не было и не побываю а следовательно в этом ничего не понимаю и никогда не пойму это удивительная логика выводил не ситуацию когда в подъезде кто-то насрал как будто специально не замечают прежде чем начать о нем как-то высказываться вот уже наиболее патриотично настроенные граждане всерьез заявляет что это уже даже не говно а совершенно необходимая подъезду вещь скрепа кстати она правильная вещь функционировать не может не типа стереотип того что обязательно служить в армии это знаете давайте вам так скажу короче это всегда к знаешь есть такие офицеры там полковники подполковники майоры которые короче знаешь начинают кто с военной кафедры там кто с института кто там еще откуда кто служил кто с военного училища и всегда есть градация но на самом деле типа блять каждый выбирает свою судьбу если ты пошел в армию это твое дело это твоя жизнь если ты решил пойти по в институт и ты знаешь что тебе будет легче ты также будешь решать и типа и ну чем от этого человек хуже становится это знаешь как то равно что типа пацаны которые закончили военные училища начнут гнобить те кто был просто в армейке или уверять их что им тоже следует намазаться чтобы тебе не было так обидно кто намазывался плюс чат я в детстве елка 100 а ну я понял тебя не сашенька за бой для начала нужно понять простую вещь есть два вида патриотизма патриотизма когда ты просто любишь свою страну ты признаешь что в твоей стране может быть что-то нет я уж люблю какие-то отрицательные стороны находишь себе силы признать это проблемой и по мере своих возможностей я люблю свою страну и неважно то что я живу в городе клин в котором помойка уже подбирается она скоро этот город захватит у меня короче помойка там говорят эти если короче помойку эту откопать раскопать другой конец земли видно потому что там дно просто уже пробитая туда прямо надо горит помоечку нам еще расширить решить этот патриотизма кстати называется истинный а есть это не сказал самый вшивый самый мерзкий самый русливый и подлый это патриотизм казенный когда тебя из-под палки принудительно заставляет любить абсолютно все связанное с родиной и плохое и хорошее и даже когда доходит до маразма и до поющих песни депутатов госдумы при готовых умереть за родину детей когда нельзя сказать ни слова против были а вот здесь вот я ее полностью поддерживаю сейчас покажу в чем сегодня лично наблюдал картину пошел пешком не на тачке то есть ну кто знает где у меня студия увидят уж тачки нет пошел пешком думаю дай прогуляюсь воткнул наушнички иду громче да сука да не сделаешь ты громче у нее видео тихая юб твою в душу мать ну видишь то что проигнорил раз проигнорил 2 у нас у нас у нас еще раз люблю целую обнимаю понял принял поцеловал сегодня вот с этими табличками у нас тоже в городе был парад выгнали всех заставили идти работяг у всех у кого выходной сука неважно кто но выгнали всех идет короче я вам отвечаю эту картину наблюдал вот идет просто школьник мать а сзади батя с пивом я вам вот отвечают темная бутылка мне кажется это козел и короче шкильник идет я им навстречу иду и короче ну я с одно ухо вот так вот то есть ну просто так хожу типа ну с одним ухом чтоб если машина сбивает хоть ты услышал вот а куда мы идем я часть фразу услышал знаешь у батя ответил сзади он как бы сын с матерью дать разговаривается а батя за счет да какая разница блять и дальше идут вот вот отвечаю вот так вот это было ух и такая рожа знаешь опухшая типо что-то в госдуме проготовок умереть за родину детей когда нельзя сказать ни слова против потому что те же бдительные граждане будут пытаться тебя натыкать я отвечаю вот картины была вот тут я пешком все пришел студию на волоколамском астане туда не было чтобы на тебя все решения это очень удобно не думать не вылезать и быть как все поезды направлены действия даже так и живет где-то но есть как минимум 20 миллионов адекватных людей за которых я переживаю за которых никто аж на когда читают адекватный минус для которых я веду свой youtube канал на котором последние два года в силу своих ничтожных возможностей пытаюсь сделать мир чуточку лучше именно ради этого мы сегодня с вами беседы а сейчас я с удовольствием представляю вам спонсора сегодняшнего видео рейнджерс of oblivion извините вырвалась лёха красиво срочной службы занимается очень много люб твою мать и как там так кусты побриты ровно смотри смотри как ровно у нас ваще деревья как я не знаю как бы поссал растут по телевизору это не специализированный сайт именобороны целая система таргетированной рекламы баннера и прочее что меня особенно населит армию пиарят сами отслужившие граждане я уж испугался думал у нас кустыши так стричь начали я думаю как них себе домой попал точно это же не здесь а вот от служивших граждан мы рассмотрим чуточку повнимать один из главных элементов приторики отслуживших граждан так тихо сейчас чтобы она не сказала я сейчас стою на сторону военнослужащих я встал все я тебя внимательно слушаю я я сразу говорю я классный поехали скрепа и опора это конечно же сакральное становление личности такое воспитание из мальчика мужчины кстати всего лет 500 так назад в индейских племенах были схожие тесты чтобы снимать тормози можно было например убить воина из вражеского племени снять с него шкуру и сделать не что-нибудь я раз я раз тоже снял шкуру но сегодня стрим не об этом извините конечно по цивилизовании и попроще теперь достаточно 365 дней я их животных я точно забавить тормозить тормозить их спокойно давайте тихо тормозить если конечно не считать несения вахты в социальных сетях дабы коварный внешний враг не смог подточить духовно скрепный фундамент нашей великой родины скорее всего им покажется что мы с вами тут именно этим и занимаемся поэтому вы найдете их чуть ниже в комментариях при этом вы не услышите от них никакой конкретики например каким же образом срочная служба в армии неожиданно превратить мальчика в настоящего мужчину но вам обязательно предложат это чё такое бегала неожиданно превратить мальчика в настоящего мужчину но вам обязательно не понял ну-ка тормози мать на служба в армии неожиданно превратить мальчиком настоящего мужчины еще заяц деда кролл видал кролл эти говорю вы когда-нибудь вообще смотрели видели хоть раз вообще на улицах кролла я в детстве только был по деревне кролл несся пушу нам лес рядом саньков деревне называется который сейчас несли и торт бывают роля так как большинство этих пользователей интернета поднимать поводу на без гораздо чаще чем нужно а в следствие этого не может создать больше двух слов то я как добропорядочный гражданин обязаны немного помочь и расшифровать для вас послания которым эти уважаемые господа мечтают с вами поделиться шо мазов люди наделяют срочную службу в армии буквально магическими свойствами этого и физ подготовка о решении дисциплины абсолютно верно и личность там установят и школа жизни после второго удара табуреткой у тебя личность сразу остановится эти серьезно говорю и ты поймешь что что твое место возле аркаши поехали а также совершенно необходимо в 2019 году умение находиться в коллективе абсолютно абсолютно верно абсолютно верно говорит что призывник которым не посчастливилось попасть в армию по состоянию здоровья решительно несут деньги военкоматы для того чтобы гарантированно попасть в ряды вооруженных сил российской федерации наконец отдать долг родине не салюты шарики ленточки и наклеечки можем повторить дети в камуфляже и тельняшках маршируют вокруг детского сада нарушает этот сияющий праздник жизни только одна леталь что служит теперь не два года один тема это вызывает патриотический я абсолютно с ней солидарен ребята это же это же как летний лагерь только на год вы пришли вот ты ходишь вот не знаешь где денег взять а там вообще ничего не надо а там не денег не надо там вообще ничего не надо там еще те и платят правда зарплату офицеры отбирают но ничего страшного и вот и ты короче приезжаешь тебе и одежда по размеру и и распорядку дня ты приучишься и кушать сейчас вкусно готовят я слышал нормально чё их кибер патрули не шуточный кибер патруль так как они в свое время отерпели не год а целых два а кто во флоте все три и собственно не так давно в ходе очередного интернет консилиума пришли к выводу что нынешняя срочная служба за службу в армии вообще не я вообще считаю вообще считаю что надо как во времен этого батыйского мамайского этого ига ушли на 20 лет и к ебени матери минус сразу все все кто не одни гасанулись все сразу ушли вот это я считаю правильно я сейчас искал извините ребят я считаю что каждый мужик должен служить обязательно потому что это сто процентов но да прическу классную услуги парикмахерах опыта того самого ради которого нужно было раньше идти в срочную службу уже нет и поэтому настоящий мужиком в армии теперь к сожалению стать не получит по крайней мере замечательным полу покеров короче вы дешевле яркого замечательного мира камуфляжных переместимся обратно нашу суровую реальность и так как мы тут все таки объективно пытаемся найти хоть какие-то действительно стоящие вещи ради которых можно пойти в армию общая физическая подготовка абсолютно верно срочно знаменитая в армии считается и принято за норму что 45 секунд подъем и бека с кровати в сапогах на три километра гусиные шажки упор лежа и марш-бросок в полной экипировки неплохо развивать физическую выносливость а тихо 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 она все врет всем рекомендую всем кто хочет стать истинным мужиком поступить войска дяди вася это стопроцентный вариант желательно какой-нибудь рязанское военное училище я вам отвечаю вы понимаете вот вы меня добрым словом лет пять будете вспоминать ребята там реально кайф там нормально там классно а тяжелее чашки с чаем руках ничего не она врет она ничего не поет опорный насколько это может быть возможно еще данный метод развивает стойка отвращения к физической культуре на всю жизнь смысле я нормально вставал все бежали все побежали я побежал ничего подобного врет врет все бегали в себе я бегу получается что вреда здесь гораздо больше чем пользы ну тормози мать серьезно типа за год даже самый жирный с этой который с батоном изначально бегал он реально похудеет ну типа это режим это в первую очередь это приучает наверно больше даже не бегать никакой физической там культуре там и так далее если это какая не спорт рота это в первую очередь приучает к режиму и ну к сну здоровому рядом с твоим другом рядом кирзача годик дальше всю жизнь дохлый в редких случаях начинают чем-то серьезнее зарядки заниматься после армии зато ходит такой браке гонжик кирзача когда-то кросс гонял само собой спортзал и фитнес-центр не способна тебе дать возможность марш-броска полной экипировки на 20 абсолютно верно вот сразу видно баба не в обиду сразу видно баба вот знаешь вот-вот не шарит вот с гантельками а ты красивый вот опять в рязанском училище и по полной выкладке и ты такой бежишь а волосы назад автоматик тебе в попку тырк 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 и сзади дебилушка который не научился еще мы это в ноженьку со всеми бежать халясь тебе на пяточку халясь тебе на пяточку и ты бежишь весь красивый прибежала там раз упал отжался под проволокой пополз вот с какой ты гантелькой так научишься низ какой сразу видно вот бабы не шарит и говорят волос нет действительно бежать легко волос нет ты же до этого потлатым чертом был сидел на лавке это окси пел или там кого-то ну ты понял короче это вот и понял потому что чтобы бегать нужно очень хорошо это уметь делать как ставить ноги и распределять вес это целая наука противном случае коленки свою грохаешь на отлично физические нагрузки есть радиусе наращивать постепенно в силу своих возможностей поэтому армейская физо хоть и развивает определенную выносливость тут спорить было бы глупо да сейчас давайте вот сейчас карин ну смотри вот он сидит вон он плюшку жрет вон kingman 93 ну сразу видно тело который сидит булки жрет ага только в чате чичи гага вот его попробуй подними заставь с гантелька позаниматься он не пойдет а там пришел горишь я не хочу заниматься я вас всех пум понял понимаешь сразу на этом на построении сказал самом начале как только в армию попал ты говоришь им у меня есть заявление я ваш рот товарищ командир роты вот так вот шпилинг-вилинг дел я тебе отвечаю он похудеет килограмм на 50 если он вообще есть будет это не факт это не точно а там потом в часть приезжай знакомство с табуреткой знакомство с друзьями старослужащими да это же вот сразу видят ничего не понимаю тут баба вот какой-то городе тот ересь про нас мужиков которые не служили до поехали проигрывать индивидуальному желанию хард глупо сейчас пыру в ебасосицу понял не сколько самим тренировать сколько питанию понимает сарказм оргазм там все дела не к тому что сейчас плохо кормят судя по обнаруженным репортом кормят там довольно прилично просто для подобных занятий питание весьма специфичная автомат посрал рад для какие виды смысле специфично нормально кормит каша космическая один штука берешь переворачиваешь она висит нормально кормят криз консервы рыбные я когда этим дежурным пороть и был все нормально все консервы ели в смысле все кто со мной в этой все мои знакомые ну а 300 человек там три банки консервы на чан нормально вкус есть рыбы значит рыбды там иногда еще эти волокна попадаются индивидуальным занятием но уже с гораздо большим отрывай так как современной армии боеприпасы срочником давать особо не спешат бояться что куда-нибудь не туда стрельнет на мысли не беспочвенно конечно сразу видно баба ничего не знает объясняю как это все происходит приезжаете вы на поле пострелять тебе товарищ прапорщик ну потому что я не знаю у нас у нас был прапор дрын у него был блять знаешь вот черенок от лопаты вот такой я не знаю что это за лопата была но это точно был черенок от лопаты вот такой дрын он на тебя надевает каску говорит смотри стрелять туда ты понял а ты с автоматиком лежишь он те хуяк по голове он горит стрелять туда ты понял ты такой да и все сразу понятно и нормально стреляли кто ездил на танки плюс чё наслаждаешься жизнью тот танкистка блять извините про смешно звучит танковые войска смешное какое-то слово я сразу танкистов наших с youtube вспомнил не в обиду конечно мужикам то танков войсках служил можно приобрести в армии такие как дисциплина ответственность оттуда дури в голове тоже весьма сомнителен гранью серьезная работа первый же штраф за опоздание рио мэн задоначал пишет идите в армейку друзья сам отрубил три года в боевой инженерии кайфовал по полной с выкладкой по 20 килограмм заодно смотрел соседние страны ближнего востока посмотрел вот спать в пустыне в палатке вообще за бс рио мэн спасибо тебе огромное задонатил сердечком 1000 рублей я тебя возьму с собой на свой корабль в алгалу мы будем жухать валькирия и в альхале короче у нас будет все хорошо да спасибо огромное я вслух сказал извините первое же урезание месячной зарплаты быстро и резко отобьет дурь в голове поправить дисциплину и ответственность любому адекватному человеку если для понимания в ризане зарплаты осуждаю нужно стоять в карауле год или два мужика уже подробнейшим образом разбирали в одном из предыдущих видео блик нормальный следующий ту же цель что и бабский а именно самую простую манипуляцию вранье я становился как личность пока служил самые обычные люди начинают задаваться вопросом про долг родим и сколько я успел задолжать за 18 лет с учетом того что качественная медицина и образование остались бесплатными только на бумаге и тормози медицина все нормально остается эти как их пайка получали как положено врет врет ребята дети в армии это школа жизни надо это школу жизни очень печально что кто так же осуждаю бить будут даже не сомневаюсь бить будут аккуратно не оставляя синяков так не бить будут карин долбоебов я если он приходит и у него лицо так скажем как тебе сказать этот знаешь вот отсутствует вот чувствуется что когда мозги раздавали короче где-то что-то где-то жизнь трещину дала короче видать мимо него этот конвейер прошел где когда мозги это в коробочку эту пихали потому что на эту шарик наш земной это матушка наша земля потаскушка короче она пока видать вращается она быстро вокруг него провернулась видать ему не положили поэтому таких будут беда нормальных ребят не тормози уже такого нет уже нет такого не надо пиздеть это уже в каких-нибудь задроченных частях нет я бы не сказал во всех уже крупных городах и в нормальных частях уже такого нет сейчас за попробую молодого тронь накатают уедешь сразу поедешь грустить раньше до жестко было сейчас всех наказывают и горюши везде но много девочек вряд ли поможет справедливости ради все не так как раньше когда служили по два года так как за один год срочник не успевает озвереть до конца но детским оздоровительным лагерем тут и не пахнет конечно можно строительные башку избить когда ты просто выйдешь на улицу но проблема в том что на гражданке ты сам выбираешь если этот потлатый говнарь у меня еще раз пройдет под окнами вечно ходит епта я спать ложусь идет газу вызывает естественно он получит логично улицу или нет ты всегда можешь пожаловаться близким или в случае явной опасности поменять место жительства в армии таких опций не предполагается и общаться над морозками тебе придется весь год в общем срочник в полной мере успевает насладиться всеми прелестями мужского коллектива в условиях тотального дефицита на все подряд вранье хороший был коллектив ребят врут вроде бы и все врет в сих пор не нашли ни одного пункта ради которого стоило бы пойти на срочную службу в чем же дело и почему находится огромное количество людей с положительным опытом от срочной службы в раке гридающих туда входить я долго пыталась это понять и наконец поняла есть такое понятие как избирательная память дело в том что наш мозг часто меняет наши воспоминания и делает это потому что в обычном режиме его работы он постоянно дополняет все что мы видим как бы подгоняя детали реальности под ожидания нашего подсознания какого черта он это делает непонятно но тем не менее он это делает в итоге изначальные факты сейчас меняется под действием но сейчас кем разговаривается я не понял кого бы опыта который сначала влияет на наше подсознание а потом уже на оценку ситуации это все не очень просто звучит но главное понять результат у многих людей вне зависимости служили они или нет есть сложные воспоминания чаще всего лишь немного похожие на реально произошедшее причем я неоднократно замечала что мод очень у меня самые прекрасные воспоминания самые прекрасные воспоминания о службе самые замечательные все все с кем я служил все прекрасные ребята с прекрасным армейским чувством юмора на замечательные люди особенно от последний чмошник гнида попущенный черт извините вырвалась рио мэн а мы как-то постучали по организму товарищу которую стул в карауле в секторе газа бля уснул в карауле рио ну я тебе так скажу ну вы помогли ему просто проснуться понимаешь вы просто помогли проснуться плохое оставляя лишь положительное абсолютно верно я оставил все самое положительное реагирующих по армии дядечек лет под 40 учащих современную молодежь что хорошо больные ноги сломанные части тела абсолютно верно все самое хорошее на них не стоит ребята армия сделает настоящих мужиков даже из таких как вы дина сразу говорит она любит мужчин так скажем и я это говорю на полном серьезе и это совсем не мифический долг так и даже не и защита в случае лухали масти начнем с того что срочная служба может стать поистине бесценным подарком для немалого количества крупных мегаполисах или недалеко и все горит живут крупных мегаполисов от настоящий подарок ребят военная служба это настоящий подарок б я бы был начальником военкомата я прямо на военкомате так написал от них не все рождаются с одинаковыми стартовыми условиями иногда для парней из деревень и сел куда еще даже мобильный интернет не дошел это единственный шанс что-то поменял мобильный интернет можно попасть силовые ведомства или стать кадровым военным и кадром образования профессиональной армии нет ничего еще можно стать сказочным долбоебом вообще прям извините ребят не менее кадром военным станете кадрового плохого это тоже куча профессий это те же рабочие места прекрасный коллектив сделал себе карьеру именно в профессиональной армии и какие выводы можно сделать из всего этого если посчитать все практические плюсы и минусы срочной службы то минусов находится гораздо больше чем плюс в ранее ребятки на гражданке повышать квалификацию значит так слушайте меня внимательно все что сказала эта женщина это все вранье я вам сейчас расскажу как на самом деле ребята прекрасный коллектив прекрасный вы практически самого начала вот вы поймете что служба в армии понимаешь она насыщает вашу жизнь а вот эти шутки вот эти шутки а вот эти вот шутки когда все смеются а ты не засмеялся потом блять чудным образом из нескольких десятков человек попал в наряд это это просто совпадение это просто совпадение а вот это вот обувь какая а красивая чистенькая не будет грязненькая ну получится так что будет встречу тебя твое это лицо с чем-нибудь кулаком ну ничего страшного поскользнулся упал придется сказать ну а что он упал упал бывает поднялся встал опять упал поднялся стал вот а вот эти вот вот эти вот воротнички то вот эти вот это вообще красота всегда любил подшивать воротнички кто не знает кто не знает что это такое ребята это 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 особый кайф понимаете когда ты вот с такими вот глазами просыпаешься блять и те надо подшить воротничок я всегда поняш это 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 вообще кайф сейчас не подшивают от сразу видно армия уже не то вот из-за этого и да и все в говне у нас а вот если подшивали воротничок как хорошо а взял подшился ходишь сразу видно чамор или нет да вот и дальше короче да это еще не все ты думаешь все нет а вот эти вот отдых на свежем воздухе а как ребят еще назвать ну как по-другому назвать вот я помню урал подогнали нас в рязанской области подогнали урал а там один песок то есть там ну кто ребята там поймут где я примерно служил вот и там один песок подгоняют урал говорят ребята у вас сегодня у вас сегодня просто отдых я говорю когда он горит ну как от урал закопаете в песок так сразу отдыхаете а там солнце у меня сразу песня знаете я вспомнил вот этот а и майами бич ту 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 вот и все копают все сразу объединяются понимаешь сразу как будто вот вы вот один коллектив и все такие счастливые с улыбками лопаткой топ 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 а начальничек твой офицер дурачок попущенный черт понимаешь одно деревце а он там сидит водичку из фляжечки попивает ой как у него хорошо все потом раз говорят так пробуем уян док плохо прокопали не влезает надо еще копнуть понимаешь а там сверху травы вот такой слой блять дёрн и ты короче копаешь копаешь пока до песочка докопаешь а песочек внизу оказывается мокрый ты как чмо понимаешь жарище и ты в этом песочке короче копаешь копать это такой кайф зато потом начальник полковник приходит у вас этот урал хуя док туда и вы такие кто это кто сделал это все и твой начальник из тени красивый весь лицо лицо понимаешь лицо выходит говорит это мои ребята и под моей командой сделали и все такие а тебе говорят они садятся в машину короче уезжает закат а про проще горит пацаны ну тут заебали лопатки соберите короче вот эти вот совковые штыковые давайте это бегом здесь хуйня 6 километров добежать и все нормально а там уже ужин стынет так все хорошо еще раз говорю одни плюсы одни плюсы и яму не забудьте закопать прежде чем будете убегать а то мало ли кто не туда провалиться не забудьте закопать весело зато зато понимаешь что и ты ты ряд ты счастлив ты сейчас все меня поддержат а вот это вот вот эти вот баба вот они вот одно и то же вот эти вот говорят вот эти вот вот эти вот плохие условия прекрасные условия ребят прекрасные прекрасные я говорю всем советую всем советую пойти в армию там классно там здорово но Но, кстати, если вообще не рофлить, она права. Вот сейчас, мне кажется, в наше время в армию нужно идти по одной причине. Это, короче, если ты решил свою жизнь связать с ментовкой, с органами, с прочей поебенью. Тебе это очень пригодится. Пришел, сразу стал нормальным человеком, пообщался с ребятами, все-все хорошо, все классно. Хлеблог, дядь Леш, привет, как настроение? С праздником тебя! Как тебе Аякс с Тоттенхем? Вот так вот, одно слово могу сказать, больше ничего не могу сказать, потому что там по-другому и не скажешь. Спасибо огромное за косарь, пацаны, вы додатите, просто миллионы просто все. Обучение какому-либо военному ремеслу срочная служба в армии тебе не даст. С большой долей вероятности в некоторых частях ты не будешь даже стрелять. Если на полном серьезе заботен тем, как бы помочь своему отечеству, а такое бывает довольно часто, призывникам-то 18 лет всего, то ты можешь помочь родине куда более серьезным способом. В грамотных военных специалистах, инженерах и конструкторах армия нуждается гораздо сильнее, чем в иротом окопе от забора до обеда. Более того, поход в срочную службу из серии лишь бы сходить... Вот это вот сразу видно, кто гасится. А кто ямы копать будет? А? Кто ямы копать будет? Я? Дядя Петя? Тетя Мотя? Сразу видно, вот вижу, кто сразу гасится. Ай-яй-яй. Три патронов. Тихо. Так как страна вкладывает в твою бесполезную службу приличное количество налогов, которые могли бы пойти в идеале на что-нибудь полезное. Из самых плохих сторон срочной службы можно отметить подавление инициативы или развитие умения бездумного подчинения приказов. Инициатива в армии всегда, всегда она, понимаешь, она всегда, всегда тебя приветствуется. Вот она сразу любые твои предложения, любые капризы, особенно когда ты хочешь как-то изменить ход, так скажем, вот когда, да, 20 лет делали вот так, а ты такой подходишь и говоришь, а я так думаю, что надо сделать вот так. И все такие сразу, какой молодец. И, короче, раз, и ты начинаешь делать. Казан, который является ценным навыком для кадровых военных, так как в боевых условиях от умения подчиняться зависит жизнь их самих и их товарищей. Но на гражданке со срочником это может сыграть очень дурную службу, так как там уже надо думать своей собственной головой. Так что, молодые люди, включайте голову, пока не поздно. А с вами была Карина, не скучайте, до встречи в новом видео. Святая женщина, святая женщина, я считаю, что вот она молодец. Кариночка, умничка, правда, вот не зря в ВК, в друзьях я тебе лайк еще поставлю. И вчера листал инстаграм твой, и потом пошел, короче, и вечером еще перелистал. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике. Спасибо.